Каждый день поликлиника номер 4 на Камышинской принимает несколько сотен пациентов. Сюда прикреплены жители почти всего дальнего засвияжья, в том числе население быстро растущих районов Юго-Запад и Новая Жизнь. С каждым годом приток пациентов увеличивается. Из-за этого в коридорах образуются длинные очереди и возникают трудности с записью к врачу. Острый больничный вопрос наконец-то решат. У поликлиники номер 4 появится второй корпус на пересечении улиц Шигаева и Ефремова. Поликлиника, данное здание на Камышинской 41 перегружено почти в два раза. Поэтому то, что нужна поликлиника в районе Юго-Западной, где уже сейчас проживает население, которое вынуждено приходить к нам на прием сюда, на Камышинскую 41, это очень неудобно. Мы предполагаем, что там будет 19 терапевтических врачебных участков. Ну и плюс, конечно, прием по графику узкими специалистами, диагностические методы обследования, чтобы тоже там, в общем-то, разгрузить это здание и обеспечить людям доступность для диагностических методов исследования. За раз новый корпус поликлиники сможет принять 250 взрослых пациентов. Многообразие специалистов поможет жителям нового района получать медицинскую помощь в шаговой доступности. Пациенты больницы переживают, что медучреждение на Камышинской скоро лопнет. Поэтому с нетерпением ждут начала строительства. Да, поликлиника нужна в этом районе, конечно, обязательно, чтобы разгрузить эту поликлинику. Конечно, новый корпус нужен, может быть, даже не один, потому что район большой, растет, развивается. Я сама здесь проживаю 40 лет, 40 лет хожу в эту поликлинику. Новая поликлиника очень нужна. Район растет, район растет, нужно побыстрее, чтобы здесь это разгрузить. Разгрузить четвертую поликлинику поможет строительство новой в микрорайоне «Новая жизнь». Там планируется принимать детей и взрослых, а располагаться поликлиника, скорее всего, будет на первых двух этажах одного из домов на улице Александра Невского. Второй объект – это открытие новой поликлиники в микрорайоне «Новая жизнь». В этом направлении мы провели уже работу. Это будет детско-взрослая поликлиника, также на 200 посещений, 100 детских и 100 взрослых посещений в смену. И будет, соответственно, включать приемы врачей, участковых педиатров, терапевтов и узких специалистов, таких как лор, кардиолог, невролог и, конечно, диагностическую базу, кабинеты ультразвуковой диагностики, рентгены, кабинеты и физиотерапии, и массаж. На данный момент ведутся работы по составлению проектно-сметной документации. Строительство медицинских учреждений стало возможным благодаря содействию губернатора Алексея Русских, который сумел добиться федеральной поддержки. А также сделать медпомощь более доступной и качественной позволяет президентский нацпроект здравоохранения.